человек работает с рестораном 10 лет у нее есть ресторан она наш канал смотрит уже два года каждый раз она не решалась обращаться но когда уже не хватает нервов здоровья и уже попробовала все что она могла использовала все методы которые она знала что она изучила и так далее внедрила только потом поняла что у него все не получается дальше передавать она в таком виде никому не может потому что все рухнет а она работает без выходных нон-стопом каждый день и на протяжении 10 лет человек просто гигантской терпений просто берет с утра до вечера занимается только ресторан вот ее вся жизнь в ресторане не ходят по свадьбам отказывается друзьям где-то там семье и так далее потому что зарыто в ресторане и понимаю то что так больше продолжаться не может и она приходит на обучение на обучение первое тогда мы выясняем какие у нее как бы вопросы когда мы выяснили какие у нее как бы вопросы и у нее есть проблемы которые она сама не замечает когда она рассказывает что она делает какое решение принимает какая у нее структура кто чем занимается и мы говорим первое вы должны взять управляющего она просто как бы смотрит так далее типа они уверена было что управляющие не справится когда мы разложили каким образом надо передавать дела и сразу стало понятно первым что она сделала взяла управляющего 50 процентов свободного времени человек может уже нормально высыпаться я привожу другие примеры показываю другие примеры потому что у меня есть один там человек кому я вообще запретил два месяца вообще приходить ресторан владельцу потому что у него была такая ситуация что много заказов выходят шеф или повар старший звонит владельцу говорит давай приезжай нам надо отдавать заказы надо крутить роллы а он выбегал приезжал и на кухню вставал и отдавал заказа у человека два ресторана но из-за того что вырос с повара вот эта привычка работника остался человек не стал владельцем то есть он уже владеет по факту да но ментально он не владелец ресторана и вот представь что это ресторан это колесо где бегают хомячок владение рестораном это не бегать в этом колесе а смотреть как там бегают в колесе и вот люди многие открыли ресторан и начинают сами бегать и как только быстрее бегут деньги есть устали заболели все колесо останавливается бизнес больше не работает и думают ну я же типа владею рестораном нет владеть рестораном это когда ты ставишь колесо бросил туда хомячка смотришь горишь так а ты хорошо бегаешь все так и бегай или здесь чуть вот так надо бегать здесь так надо бегать так мне нужно еще одно колесо ставишь другой ресторан еще хомячка туда и бегают а если ты сам бегаешь второе колесо конечно ты можешь там в одном ноге одно колесо в другом другом то это не владение это ремесленничество люди к нам приходят именно вот таких вот состояниях и мы их вытаскиваем из ресторана мы их загружаем с теми задачами которые должен выполнять владелец они выполняют функцию закупщика функцию шеф-повара функцию администратора функцию управляющего кто-то бухгалтер калькулятор то есть они накидывают себе задачами всех сотрудников ресторана который можно очень дешево заменить очень дешево вообще за копейки можно в их бухгалтера калькулятора бухгалтера вообще любых людей любых сотрудников очень можно дешево заменить но они почему так не делают потому что они думают если они возьмут столько людей на работу у них прибыли не останется проблема в том что если ты берешь всех сотрудников и прибыль не останется проблема в бизнес-модели и это тоже легко исправимо но только они не знают потому что других примеров нет это понимаешь а колесо кузов взять знаешь и двигателя нет а самому как бы ну погоди бежать вроде бы есть машина да а ты самому она на бежать то есть это не до комплект это не может считаться машиной это не до комплект машина должен сам ездить ты должен только его рулить и посадить водителя может сидеть сзади вот что такое владение ресторана многие люди которые десятки лет убили свое время на управление ресторанов они просто зря свою жизнь тратят потому что лучший управляющий в городе лучший не стоит даже 2000 долларов причем этот лучший управляющий во многих городах россии это 800 долларов это 1000 долларов 1200 долларов это вот зарплата управляющего но если сами бы эти владельцы за такие деньги бы не работали но они за такие деньги тратят свою жизнь потому что не знают просто как это сделать а потом когда приходит почему я к вам раньше не обратился я вас уже там два года смотрю я вас три года смотрю спросите у себя